На более чем 70 страницах книги о Марине Эшба Ольга Вайсаховская-Брендель собрала воспоминания друзей и коллег Марины Ефремовны. Фотографии из ярких моментов жизни и отзывы современников о творчестве скульптора. Самым важным для нее было, чтобы абхазское искусство состоялось. Такими словами начинается глава, посвященная воспоминаниям автора о ней. Ольга Вайсаховская-Брендель была с детства знакома с Мариной Эшба и хорошо знала ее. Собиралась материалы, было очень трудно. Отказ очень многих людей, близких к ней, как-то меня немножко отстранял от деятельности. Но в то же самое время я набрала достаточное количество материала, а главное, я смогла сама написать о ней воспоминания, начиная с 5-летнего возраста, когда я познакомилась с Мариной, до ее последних дней. Дочь революционера, видного государственного деятеля Абхазии, первого абхазского дипломата Ефрема Эшба, родилась в 1924 году, 20 июля. Окончила Московский институт декоративно-прикладного искусства. Всю свою жизнь Марина Эшба посвятила любимому делу. Марина Эфремовна – автор многих скульптур, портретов современников и мемориальных памятников. Среди них и мемориальный комплекс в Гудауте, посвященный памяти воинов Великой Отечественной войны, архитектурно-скульптурный мемориальный комплекс в селе Лыхны, бюст Фазилию Искандеру и многие другие. Она также автор монументального памятника ее отцу Ефрему Эшба в Сухуме. Все вы знаете, что она дочь выдающегося сына абхазского народа, даже могу даже сказать как бы по-другому, Ефрема, Ефрема Эшба Ефрема Алексеевича. Она очень, очень чтила память его, хотя он погиб в 13, когда Марине Ефремовне было 13 лет. И она, в общем, не очень много с ним общалась уже в отроческом возрасте. Но она унаследовала, судя по всему, от него стойкость, силу воли. На презентации книги Ольги Брендель «Талант и женственность» Марина Эшба сквозь призму воспоминаний в одном из залов Абхазского драматического театра собрались родные и близкие, друзья и коллеги и просто почитатели творчества Марины Ефремовны. Марина Ефремовна прожила действительно огромную и прекрасную жизнь. И эта жизнь вместила не одну, а, пожалуй, несколько эпох. И всё началось с того, что она прикоснулась к величайшему человеку, то есть она не просто его дочь, он не просто передал свои гены Марине и младшей своей дочери, и вот маме как раз Виктора Лизе, он сумел даже за то недолгое время, которое он проводил со своими дочерьми, передать то тепло и любовь к людям, которые он вообще нёс в своей сущности. Мы, в самом деле, вместе работали. Она была лидером наших художников, позволяла на совместных художников. И, кстати говоря, вот та плеяда художников, которые были при ней, и были под её неослабным вниманием, это была наиболее яркая плеяда абхазских скульптур. А вот то поколение, которое после них выросло, это тоже её воспитанники, это тоже люди, которым она уделяла громаднейшее влияние, оказывала их своим знаниям, она была человеком образованным. Поэтесса абхазской скульптуры, добрая, умная и обаятельная, настоящий патриот. Так автор книги, коллеги и друзья говорят сегодня о Марине Эшба. В завершении вечера в память о Марине Эшба племянник Марины Ефремовны Виктор Абрамян и молодой музыкант Борас Куджба сыграли несколько произведений. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.